Так, утренняя молитва, трансляция с утренней молитвой из Петербурга, вот так вот, да, слава Богу, Аллилуйя, приветствую всех, братьев, сестер, слава Богу. Так, сейчас у меня что здесь, надеюсь, меня уже видно, слышно, так, вроде должно все работать уже, подключился, слава Богу, а, есть, вижу, что да, есть уже эфир, так писано, слава Богу. Да, всем доброе утро, слава Иисусу Христу, на веке слава Богу Святому, а вот здесь даже написано уже, уже есть уже, да, приветствие, Валентина пишет, доброе утро, драгоценные дети Божьи, слава Господу, благословение всем вам на весь день, аминь, аминь. Света пишет, шалом, драгоценные, Милана тоже, мир, благодать всем, Оле пишет, доброе утро, и пусть будет добрым весь день для всех нас, аминь, спасибо за милость Божью, которая обновляется каждое утро, аминь. Так, Артур пишет, доброе утро, Сергей Юрьевич, обильное вам благословение доводит вашу жизнь, его божественный шалом, аллилуйя, аллилуйя, слава Богу, аллилуйя, благословение Господне всех вам, возлюбленные братья, сестры, во Христе Иисусе Господне нашим, аллилуйя, слава Богу, мир и благодать, да умножатся, аминь, аллилуйя, мир и благодать, Божий шалом, каким-то удивительным образом происходит вот это, я не знаю, как даже это выразить, даже не знаю, умножение, в Библии называется умножение такое, мир и благодать, это интересно, аллилуйя, спасибо тебе Господь. Да, Римлянам 8 глава, начало самое, написано так, итак, пишет Павел, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу, потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти, аллилуйя, как закон ослабленный плоти был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех по плоти, аллилуйя, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу, живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном, помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир, аллилуйя, вот это жизнь и мир, аллилуйя, сегодня помышляем о Господе, сегодня размышляем и нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе, аллилуйя, плотские размышления, они очень просты, религиозные в том числе, вот эти размышления, человеческие измышления, человеческие размышления, вот как вот обычно описывают проповедники многие, вот я сделаю то-то и то-то, и будет то-то и то-то, ну такой магизм некий, знаете ли, вот я сделаюсь лучше, вот я поработаю над собой, вот я, значит, там буду делать добрые дела, вот я буду там, ну как у нас в православии, допустим, обычно в культуре православной, буду в храм ходить, буду поститься, буду причащаться, буду, значит, добрые дела делать, праздники исполнять, вот как бы и Богу я понравлюсь. На самом деле это все, да, ой, плотские помышления, которые суть смерть на самом деле, а духовное помышление, Бог во Христе примирил собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Духовное помышление, это Христос умер за нас, когда были еще грешниками. Духовное помышление, они следующие. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Енородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир. Духовное помышление, Бог есть любовь, Бог есть мир, Бог есть радость, благословение Господне, слава Богу. То есть, когда вот плотские помышления, плотские помышления, это следствие гордости человеческой, людской нашей гордости, гордыни человеческой, она вот мне, для меня, себе, и даже, ну, высшая степень гордыни человеческой, это религия. Так всегда было, уже на протяжении 5779 лет. Это уже, думаю, уже известно. В человеческом роде самое такое апогей выражение человеческой гордыни – это религия. Неважно, какая она религия, христианская, там, значит, там, иудейская, мусульманская, любая, языческая, чистое, любая религия, сатанинская, там, значит, там, божественная, там, любая. Как такова религия – это есть высшее проявление человеческой гордыни и вот этой похоти отчей, гордости житейской. Человек действительно, вот, есть гому сапиенс, да, человек разумный, ну, еще можно так сказать, гому религаре, человек религиозный. Потому что, действительно, знаете ли, я часто в семинарах своих последних, когда я об этом говорил, о феномене гому религары, человек религиозный. Ну, есть, как бы, и положительные черты некоторые вот в этом изречении, как, допустим, я помню еще в 88-м году, в начале 88-го, по-моему, да, я забыл, когда я последний раз создавал марсильско-ленинскую философию, да, по-моему, или 87-й, короче, или 88-й год, уж не помню. Ну, я уже ходил в храм как раз, ну, не просто ходил, а помогал там священнику в Орловской области, в село Лепешкино, ну, город Орел, село Лепешкино, это в черте города уже там, значит, и отцу Иоанну, старому этому священнику пожилому, я помогал этому старцу. И, в общем-то, я помню, подошел к нему тогда, и, ну, со своими еще переживаниями такими, религия несет за собой эгоизм, а вера – живые отношения, да, аминь. Религия, она всегда, вот, я, для меня, мне, вот, на своих ощущениях человек концентрируется. Религия, ну, такая уже более тонкая форма религии, да, человек, он, вот, это порой такие мало, ну, трудноуловимые такие мотивы, будем так говорить. А вера, она концентрируется не на себе, даже не на своих переживаниях, как нехорошо, значит, на нем, на Господе концентрируется. И с возлюбленным даже в шалаше рай, и человек просто идет просто к Господу, просто ныряет головой, с головой в него. Вот, вот, одним словом, чем меньше мы на себе, внимание концентрируем, значит, на своем религиозном опыте, подвиге, чудесах, знамениях, ощущениях, переживаниях, на чем угодно. Ну, это такие уже более тонкие формы, я говорю, религии. И чем больше мы концентрируем внимание, значит, на Боге, чем меньше на себе, чем больше на Боге, вот, тем больше это, ну, действительно, вера живая, вера отца нашего Авраама, вера Божья. И имейте веру Божью, написано, да, это целое искусство, искусство всей жизни человека. И вот гоморо-лигаро, да, человек религиозный, и я к этому священнику, помню, подошел к отцу Иоанну, говорю, так и так, говорю, вот, мне нужно сдавать, значит, марсидско-ленинскую философию, но я к тому времени, ну, однозначно, и в беседах с друзьями уже, ну, ну, я был таким ярым, может быть, где-то даже чрезвычайно ярым, антикоммунистом в то время уже. Вообще, антикоммунизм мой, он впервые у меня так, я вырос в лучших, ну, в кавычках, в лучших традициях коммунизма, вот, значит, и семья была атеистическая, коммунистическая, пронизанная полностью этой идеологией советской, вот, значит, и до 13 лет, 12 с половиной, я вырос в таких лучших традициях марсидско-ленинизма, коммунизма. Но, значит, вот, в неполных 13 лет пережив встречу с Богом, я умер, там, значит, об этом я рассказывал много, вот, значит, от пневмонии умер двусторонний, значит, врачи не смогли спасти меня, потом была встреча с Богом, потом было возвращение, потом было воскресение, исцеление, исцеление полное, вот. Вот, и через некоторые месяцы вот этих поисков моих размышлений, вот, значит, Библия была в моих руках, ну, вначале это книги по атеизму были, правда, вот, там были библейские эти цитаты. Вот, вот, мой опыт с Богом был и общение со Словом Божьим, вот, и, конечно же, одно из первых моих размышлений тогда, вот, 13-летним пацаном было по поводу, вот, Ленина, Сталина, значит, Маркса, Энгельса, уже классиков, теоретиков, значит, конечно же. Ну, и их практиков, таких самых известных, это Ленина, Сталина, вот, значит, и вообще идея коммунизма, потому что я вырос в этом, мои, ну, родители, родственники были очень сильно верующие в это все, вот, знаете ли, я вырос, ну, по умолчанию ленинистым, сталинистым, моя бабушка была, вот, допустим, я ее помню всегда, значит, так вот, ну, хорошая бабушка, но она у меня была вот такая верующая очень сильно, вот, в Ленина, в Сталина, значит, и ветеран ЧК, МКВД, значит, и, знаете ли, да, вот такое было. Артур пишет, вера является доверием, а насколько мы ему доверяем, настолько он идет к нам на встречу. Ну, не совсем согласен с оконцовкой этой, вашего, вот этого, изречения, потому что я немного по-другому верю, вот, значит, потому что, если бы, вот, он настолько, насколько мы ему доверяем, он нам на встречу шел, то, короче, было бы все очень плохо, вот, это я точно знаю. Я это по себе знаю, я это знаю, вот, Иисус, он даже с горчичной зерной, если у нас видят веру, маленький шажок, совсем не крохотный, незаметный даже другим людям шажок, он просто, просто бежит к нам. Мне нравится, как на Востоке говорят, мистики восточные многие говорили таким образом, что когда человек делает шаг навстречу Всевышнему Богу, то Всевышний делает тысячу шагов навстречу человеку. И когда человек идет навстречу Богу Всевышнему, то Всевышний бежит навстречу человеку, вот такое вот изречение. Я не помню дословно, значит, но разные мистики восточные об этом говорили, вот, вот, это, это больше, соответственно, тому, что, во что я верю, чем я живу, одним словом. Вот, значит, и, и по поводу марсидско-ленинской философии я, значит, спросил вот тогда, значит, отца Иоанна, говорю, вот, как мне издавать, я не знаю, это же Советский Союз еще, значит, был тогда, да и мало кто еще верил, что он разрушится. Ну, хотя я уже понимал, что тогда мозгов хватало понять, что уже скоро все разрушится. Да и отец Иоанна, батюшка, тоже говорил, что были пророчества, значит, что он разрушится, потом снова воссоздастся, огромная такая империя зла будет. Вот, значит, ну, это он старцев разных цитировал, в том числе, там, одного из старцев, который в Орле похоронен был, вот, значит, мы даже были на могиле, в этом он показывал, все это рассказывал, личные вещи его показывал, интересно. И вот, значит, знаете, интересно, что он мне сказал, Сирожа, говорит, Сирожа, меня Сирожа назвал, сам западной Беларуси, и говорил, значит, что вот, если тебя спросят мнение такого-то философа о таком-то, допустим, вопросе, то говори. Мнение такого-то философа о таком-то вопросе, говори его мнение. Но если тебя спросят твое личное мнение, то тогда уже скажи свое личное мнение. Ой, я там ночью не спал, ночью не спал, переживал, вообще, одно из самых таких моих переживаний было вообще перед экзаменом. Я понимал, что если меня спросят, я скажу, я был готов, я уже приготовил речь уже, где бы я полностью марсидско-ленингскую философию, то полностью в пух и прав, что это несостоятельная философия, это никакая не научная теория, да, даже антинаучная. Хотя у меня тогда было познание научное было очень мало, но даже того уровня познания мне хватало полностью, как бы, думаю, разоблачить эту ложь. Но я сдал на отлично, опять с плюсом тогда марсидско-ленингской философии, потому что меня так и не спросили. Все мои переживания были напрасны, как и выяснилось, меня даже не спросили о моем личном мнении. Я ждал, я ждал до последнего, а потом для меня это было наукой такой, что да, очень часто лично, даже не то чтобы марсидско-ленингской философии, вообще вот именно больше люди, мы люди мыслим какими-то шаблонами, вот, общепринятыми такими, вот, и какими-то масками, такими вот какими-то, не знаю, стереотипами, вот, и очень мало, я так стал понимать, после вот этого экзамена особенно, вот, для меня это было таким очень хорошим уроком на всю жизнь, очень мало кто действительно из людей, даже просвещенных, таких, казалось бы, да, умных, образованных, интересуются тем, что действительно внутри тебя, вот, и, ну, а в религии это наипаче, это наипаче. Света пишет, Христос в нас, куда ему еще быть ближе, дорогие, не оставляет, не покидает. Тоже, Света, да, это бездна, это бездна на самом деле, это бездна, и вот погружаясь в него, да, он погружается в нас, мы погружаемся в него, и это, это иное измерение, одним словом. Вот, и Артур, и Света, вы правильно пишете очень, но, вот, знаете, просто есть вещи, которые, вот, они передаются лучше даже в молчании, чем словами. Действительно, вот, это, это иное измерение, это иное состояние совершенно. И он в нас, и он в нас раскрывается все больше и больше, и мы в нем раскрываемся. И это, это благословеннейший процесс вообще. Вот, кстати, вот, причастие, Евхаристия, много верующих людей порой недооценивают важность этого. Даже не просто важность обряда, там, традиции, не, не, нет, традиции, может быть, различные, обряд, может быть, различные, а именно самого действия. Я, вот, анализирую, вот, тоже, вот, что происходит в моем, в моем христианстве. Так вот, вот, само это действие, каким-то образом помогает больше не погружаться в него, а ему погружаться в меня. Как бы, я даю место ему больше и больше, получается, а он мне больше и больше своего места. Вот, вот, он раскрывается в нас. Я там в Сибири был, как-то, несколько лет назад. Значит, и там, значит, в Кемерово, по-моему, пастор Андрей, там, значит, угощал меня таким чаем с Китая. Вот, значит, и там, значит, в чайничке, ну, я потом это видел много раз, но тогда я первый раз это видел. В чайничке стеклянном таком, там такой бутончик лежит, значит, и он, значит, заваривается, этот чай, и вот бутон раскрывается. И в конце, когда уж там чаепитие, весь этот чайничек, он заполнен этим цветком. Красивое зрелище, мне так понравилось. Ну, и вкусно, как-то вкус такой, как говорится, специфистский. Это как в той юмореский старый советский еще. Вот, а с другой стороны, значит, очень красота такая, да, вот такая вот он, цветок такой, хоп, и распустился. Вот, и я потом уже, потом мы когда с пастором Андреем, там, он тяжелым, дальше разговаривали, я говорю, вот так интересно, похоже на то, что, ну, в жизни верующего происходит. Бутон этот есть, да, и он как бы раскрывается, и весь аромат, кстати, я заметил, что вот потом уже доливали еще типа точку туда, значит, и вот где-то там, ну, мне это Андрей, он уже опытный такой чаевник, он, значит, там, у него чаище целое, не то, что чаек, значит, и он, значит, и он, значит, говорит, что обратил внимание вот, ну, к этому вкусу, на этот вкус обратил внимание, вот, и на самом деле вот уже потом уже там второй, третий раз там или какой-то там, чего тоже заваривали, то есть дальше подливали кипяточек, и вот, как бы промывали, как бы, этот, значит, этот, и заваривали еще больше и больше этот, значит, заваривался этот чай, этот бутон, и вкус становился все более и более интересным каким-то, вот, я так удивился, надо же думать, ну, это такой, из дорогих чаев каких-то он привез там, потом другие бутоны я пил, тоже пил тоже новую такие чеи но нет не было такого вкуса вот этого а вот значит да запомнился мне интересно вкус такой и послевкусие такой такой приятный такой был очень так что целая церемония и вот значит и он в нас христос раскрывается в нас а мы в нем раскрываемся мудрецы еврейские я уже говорил тоже о том еще в киеве на молитвах этих утренних трансляциях брали вот это местописание объясняющие подобные действия значит из книги песни песней ширга ширим вот я еще там такую говорил такую вещь что книги всех книг есть песни всех песней об этой песне всех песней есть стих всех стихов вот а это стих всех стихов следующий я принадлежу моему возлюбленному возлюбленный мой мне аминь как вера постоянно обновляется аминь 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 это постоянная жизнь вот эти серафимы помните библии да они перед богом пред лицом бога они целую вечность и они все время взывают свят 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 господь бог савалов свят свят они друг к другу взывают это это так потрясающе я представляю то есть им не скучно и им не надоест это все и а почему у бога столько этой глубины что они находясь перед ним постоянно казалось бы уже но но покричали там ну сто лет на двести ну тысячу лет ну как бы давно ну сколько там и лет еще можно покричать но потом как уже с ну ну свят ну свят да свят ничего не скажешь свят нет но они свят там буквально в оригинальном еврейском тексте там говорится они кричат друг от друга кричат вопят истошно вопят друг от друга не свят они в таком впечатлении постоянно что у бога то есть целую вечность есть их чем чему удивлять чем удивлять постоянно непрестанно это же надо вот это да думаю вот и если мы погружаемся в него и он в нас вот вернейший признак это наши вот это вот удивление не привыкание если бы есть привыкание благодати привыкание к святости бога это значит процесс остановился замер погружение нашего в него а его погружение в нас вот его познание нас они наше познание его на счет где-то остановился застопорилась какой-то тромб какой-то образовался что-то случилось это очень один из самых страшных сигналов духовных когда вот это привыкание происходит это как нужно всегда что-то новое нужно действительно даже опять таки это погружение к нему а его погружения в нас и вот мне помогает и чем делюсь что имеет и вот тем и делюсь насчет а вот само размышление о теле крови христа погружение в него именно в размышлениях тела крови христа предпринимая причастие рассуждаю о теле крови христа и это как раз бац и опять О, свят, 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 Господь, спасибо Тебе, спасибо, 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 Господь. Благословен Бог наш, благословен Царь наш, благословен Владыка. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Боже, благодарю Тебя этим мудрым, Господь Боже, и благоставляю великое имя Твое, Боже. Благодарю Тебя, Господь, за эту трансляцию, благодарю Тебя, Господь, за эту возможность, Боже, с братьями и сестрами так вот и божие девицы каким-то словом господь божий свидетельством и вот принимать причастие господь божий тела и крови и рассуждая о таинстве рассуждая о теле крови твоих боже слава тебе благодарю тебя господь святой благодарю тебя и благоставляю великое имя твое слава тебе слава тебе и хвала слава 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 Слава, слава Агнцу Божьему! Слава, слава Агнцу Божьему! Возвеличен Ты, достоин славы всей, Велик наш Бог на троне. Поем Тебе хвалу из сердца своего, Великой славе наш Господь! Слава, слава Агнцу Божьему! Аллилуйя! Через кровь святую это таинство совершилось. Нет, Римлянам, 8 глава, Нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе. Жизнь моя, спасение мое, счастье мое, благословение мое. Боже, спасибо Тебе, Господь! Наше исцеление, освобождение. Аллилуйя! 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 Артур, благодарите, спасибо большое. Пусть Бог благословит Вас. Братья, примем сегодня причастие Евхаристию, Хлебоправление. Примем сегодня, рассуждая о теле и крови Христа, рассуждая о Господе, погружаясь в Него, а Он в нас. И какую-то притчу слышал я, не помню всего, но такая, как неканоническая притча, такая, в одной церкви писяднической рассказ такой, ну, как бы детский, не детский, ну, там, вроде бы, это было для всех, не только для детей, рассказ такой, значит, что, а, у баптиста, кстати, да, об этом, в Рязани, точно, Рейдин Анатолий Рейдин, пастор Анатолий Рейдин, да. Он, кстати, мне чем понравился, этот пастор баптистский, что, значит, там есть дом Олитвина на бутылках, вот я там бывал, несколько раз уже проповедовал там, значит, и Он, обращаясь, вроде как бы, к церкви, но очень часто обращается к детям, и это так мило, и так приятно, и, знаете, поэтому, наверное, многие вещи, которые Он говорил тогда, кстати, да, точно, вот, они как-то запоминаемые, и Он говорил, как бы, о цветах, вот Бог, как бы, вот, Он давал имена цветам, значит, там, значит, и, и дошло, значит, и, как бы, цветы знали свои имена, значит, а когда Бог подошел к одному цветочку, значит, и, а тебя как зовут, значит, там, скажи свое имя лучше, я, как-то забыл, говорит, или, как-то он что-то такое, что-то сказать, цветок сказал, незабудка стала называться, вот, как бы, что-то такое было, то есть, он настолько, цветок был впечатлен Богом, что он себя забыл, и вот, и он такой, вот, значит, ну, я не помню всего этого рассказа, но вот, вот, сама вот, вот слово незабудка мне запомнилось, надо же, незабуду, да, И Господь да благословит нас забывать себя, и прошлое, и все, забывать задние, простираться вперед А куда верующий вперед простирается? Не просто каким-то свершением, знаете ли, вовне в этом мире тварном, временном А для нас вперед устремление, это одно для верующих, это Сам Господь, погружаясь в Него Спасибо Тебе, Царь Вселенной, всей славы Тебе, Божий Смогущий Вот это настолько, религия от веры отличается очень принципиально Потому что религия, она как раз приносит осуждение А вера, она как раз освобождает от этого осуждения Вот, это один из таких ярких признаков отличий Ярких отличий, одно из ярчайших отличий Потому что религия всегда приносит осуждение Вот, приносит действительно закон по плоти Это плоти, дела плоти, ереси всякие Приносит осуждение человеку Вот, я там не сделал то-то, не сделал того-то, не успел там-то Не настолько хорош Вот, и я помню, как в Днепропетровск тогдашний еще Нынешний Днепр, значит, я приезжал давно еще, в конце 90-х Проповедовал там в разных церквях тоже Вот, и приехал как-то с Киева пораньше Поездом, значит, и там у меня было время еще до служения Там несколько часов Вот, и, значит, там мне предоставили комнату Вот, помолиться Так вот, подготовиться еще к проповеди Вот, уединиться перед служением Вот, в гостях там был В одной из харизматических церквей И я читаю слово Вот, размышляю над проповедью Вот, которую я собираюсь Там Говорить Вот, и По-моему, новое поколение был Пастор Сергей Целкотом, да Ну, не так важно даже Самое важное, что произошло в этот момент для меня Я хочу об этом засвидетельствовать сейчас И прославить Бога моего Знаете, вот, так интересно, что Рассуждая, читая Слово Божье Помолился Сижу Я сел в кресло такое Ну, однако С колесиками там, прочее Вот, хорошее такое большое кресло Сел, как помню, как сейчас И, значит, ну и Просто наслаждаюсь Богом Так хорошо вообще стало Ну, как вот говорят Что не в сказке сказать Не пером описать Вот, значит Так хорошо стало с Богом И вот, как-то неожиданно так вот хорошо Бывают такие моменты Хорошо, бывает Как весьма хорошо Вот, как бы Было хорошо А стало вдруг как-то Весьма хорошо как-то Вот, прям Значит, и я ему Среди прочего Сказал Что, говорю Даже не помню, что я всего сказал Но я ему сказал Ну, много наговорил, конечно, всякого Но я сказал ему Что мне очень хорошо с ним Что мне очень хорошо Вот, а сейчас Ну, просто все, что Ну, как я чувствовал Тогда вот Я ему все это высказал Что мне очень хорошо с тобой А, мне очень хорошо с тобой Вот это я запомнил И вдруг Тихий голос Как будто моя мысль Внутри Следующий сказал мне Значит, этот голос Сказал, что А мне еще лучше с тобой И я там Если бы не сидел Если бы не в кресле сидел бы я Я бы там упал бы вообще Точно бы Завалился бы Грохнулся бы Потому что это настолько было Для меня сногсшибающе Во-первых Это, ну Самое сногсшибающее Было для меня тогда Действительно Ему хорошо со мной Ему еще лучше Даже, чем мне с ним Ему еще лучше со мной Знаете, я думал Что тем утром у него Ну, во-первых Самое первое Я раньше до того Когда это услышал Я, значит Это слово от него получил Эту рему Знаете, я до того Значит Даже не думал Вот Как бы Ну Может как-то подумал Но Серьезно не думал об этом Что же Бог чувствует Как бы Когда я с ним общаюсь Вот И, видимо, я где-то подозревал Что, как бы Ну, мне-то хорошо с ним, понятно Общаться с ним Но я-то где-то подозревал Что ему, как бы Ну, че ж Ладно, хорошо Пообщался со мной хорошо Вот Вот О том, что он чувствует Когда я с ним разговариваю Что его внутренность Вся волнуется Как вот в песне-песне говорится Я, как бы, так Не размышлял до того момента Вот И я думал И второе То есть я думал Больше со своей колокольни Опять-таки Религиозное мышление тоже Вот, значит И А с его колокольни Как бы я даже не думал Что вот он ощущает Когда я с ним разговариваю И, значит Это одно А второе Я, значит, думал Что тем утром Ну У него есть Более подходящие компании Где он может Так вот Ну Насладиться общением Ну, там Может быть Там с Копленными Там С Канетом С Глорией Там проведет время Там сегодняшним утром Там Классно Так вот Вот, значит Плодотворно Как бы Значит Может он Ну, там у него полно На земле Из нас Из миллиардов У него Наверняка Есть с кем провести Время Сегодняшним утром Думаю И, как бы И он там Себя Ну Комфортно И вообще Очень хорошо чувствует Но со мной Что ему приятно Да Конечно Я Даже А у меня Я даже тогда Пересмотрел Проповедь Свою Все Открыл Песню песней Тогда вот Значит И Эта книга Для меня снова Ожила тогда Интересно очень было Вот И Я скажу Что действительно В песне песней На примере Взаимоотношений И вот этих Переживаний Мужчины и женщины Любви Описанной этой Песни песней Это книга Любви Книга Вот Рассказывающая Любви Мужчины и женщины Прекрасная книга Поэтическая книга Она Конечно Странная Для Библии В целом Даже Древние мудрецы Еврейские Называли Как бы Такой Ну очень Странной Книгой Потому что Там нет Имени Всевышнего Бога Ну есть Еще одна Странная Такая Похожая Книга Книга Исфири Магилла Тестер Но в книге Исфири Хотя бы Как бы Гадательно Ну как бы Негадательно Намек есть На имя Господне И прочитывается Как-то Имя Господне Все-таки Ну хотя нет Буквального Упоминания Имени Господа Вот Значит Но в книге Песни песней Даже нет этого Даже нет этого Гадательного Указания На имя Господа Господа Ну я имею Тетерограмматон Ют хей Ваф хей То есть То что обычно Мы прочитываем Как Яхва Или Ягова Вот То есть Имя Творца Неба и земли Всего видимого И невидимого Сущего Бога Авраама Исаака Израиля Нет Упоминания Его имени Но это Для книги Библии Это очень странно Вот И более чем странно Вот И поэтому Древние мудрецы Тоже задавали С вопросом Почему Интересно Вот Он как бы Сокрыт Бог В этой книге Он скрыт Он совсем скрыт Если в книге Могилата Стер Книги Исфири Хотя бы Он тоже скрыт Он как бы за кулисы Он режиссер Этого всего происходящего Но Он на сцене Не появляется Но его Как бы вот Его имя Оно прочитывается Ну по крайней мере Там значит Да Прочитывается Как режиссера Как всего этого Действия Такого спектакля Такого действия Развернутого Действия Книги На этой Исфире То в книге Песни без ней Он Даже как режиссер Он не появляется На сцене И даже не прочитывается Никак Интересно Вот И мудрецы Древние еще Еще за тысячелетие До Христа Еще Говорили примерно так Что это книга Книга любви Высшее проявление Бога На этой земле Высшее проявление Бога Во всей вселенной Книга любви Вот И Песни без ней Таким образом С древнейших времен И еврейским учителям И потом Христианским Многим учителям Она виделась И видится Как именно Вот книга Вот На этом образе Мужчин и женщин Любящих Друг друга Вот Указание На Всевышнего Бога Любящего Нежного Доброго Благого Никто не благ Так как Бог Наш Благ И человеческой Души Создания Творения Его И Творца Его Бога И Его народа Бога И всего Человечества Бога И Как Творца И всего Его творения То есть Разные Аспекты Называются И Называются И Действительно В этом Тайна Таинство Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Царь Вселенный Благодарю тебя Благодарю тебя Господь И в той Книге Песни Бесней Бог Открывает Себя Особенно Если читаем Я рекомендую Себе На телефон На Каджеты Скачайте Библию С номерами Стронга Их разные Там есть Варианты Бесплатные Платные Всякие Там Плей Маркет Открывается Там Разных Вариантов Есть Много Сейчас Слава Богу Постарались Христиане Вот И С номерами Стронга Именно Что были Вот И Оригинальный Текст И там Вот Интересно Чтение Очень даже Рассуждение Когда Открываешь Этот текст По номерам Стронга И Проверяешь Эти слова Рассуждаешь Над этими Словами Интересно Очень В Песне Песней Бог Он Как Великий Душа Человеческая Как Любовница Любящие Сердца Он И Она Он Творец Она Творение Да Так Интересно Человек Бог Бог И Человек Одно Из Объяснений Еврейской Звезды Нашей Магет Давида Звезда Давида То Есть Разные Объяснения Конечно Вот То Значит Это Как Раз Два Треугольника Каким Словом Проще Два Треугольника И Треугольник Остреем Вверх Который Это Вот Наше Устремление К Небесам Да В Господа Наше Устремление В Него Вот И Треугольником Треугольник Остреем Вниз Это Его Устремление В Нас Наше Устремление В него Его Устремление в нас. И вот, и как бы они, вот эти треугольнички, гармонично соединены. То есть, это вот гармония настоящая. Ну, я очень люблю мессианское изображение этой звезды, этой же звезды Давида, когда внутри еще крест изображен. Я думаю, что это очень или минора, допустим, более щадящая для еврейских сердец. Вот, знаете ли, и то, и другое, или рыбка, тоже встречал такое. И то, и другое, и третье, там, как бы, это напоминание о том, что полная гармония, это произошла 2000 лет назад. Полная, это произошла именно в Мессии и Иешуа, во Христе Иисусе, Господе нашим. Спасибо тебе, Господь, за все. Благодарю тебя, Боже, и благоставляю великое имя Твое. Слава тебе, слава тебе, Агнез Божий. Благодарю тебя, Боже. Благодарю. Благодарю. Аллилуйя. И там, в оригинальном тексте, среди прочего, в Песне Песней говорится, что его утроба, внутренность его, она просто вся волнуется, когда мы смотрим на него. когда я смотрю на него. Чаша благословения, да, спасибо, перед причастником, как раз спасибо сестра Валентина, напоминает местописание 1 Коринфянам, 10 глава, 16 стихом. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Да. Это есть приобщение крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Да. Да, братья, да, сестры, это есть приобщение тела Христова. Один хлеб, и мы многие одно тело. Одно тело и одно дело. Тело Иисуса Христа, Церковь Божья, это тело Иисуса Христа, главою нашей евреица, сам Господь. И в каждой клеточке этого многоклеточного тела Христа, в каждом из нас, каждом верующем, ДНК Иисуса, память Иисуса, все, весь Иисус. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя, Боже, за все, благоставляю великое имя Твое. Благодарю тебя за это приобщение тела и крови. Как здесь в переводе сандаром, тоже красиво, приобщение. Приобщение. Тело и крови Господа Иисуса Христа, Благодарю тебя, Боже, всемогущий, за милость и благодать Твою. Благодарю тебя за любовь Твою. Боже, благословен и Царь наш, благословен Спаситель наш, Искупитель наш, благословен Бог наш. Аминь, 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 аминь. Аминь. Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресна, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю Дух Истины. Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, Сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, И очистил нас от всякой скверны. И Ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, благословенный Господь, Бог наш, Царь наш, Владыка наш, возлюбивший мир и отдавший жизнь свою за нас, душу свою за нас положивший, кровушку свою проливший. Благодарю Тебя, Господь, за дар вечной жизни во Христе Иисусе, Господе нашим. Благодарю Тебя, Господь, за тело Твое, за кровь Твою. Благодарю Тебя, Господь, благословляю великое имя Твое. Аминь. За голову, за кровь я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Господь, благословляю великое имя Твое, Благодарю Тебя, Иисусе. Благодарю, утешитель, за все Тебя благодарю. За все, за все, за все, за все, я Тебя благодарю. За Голгофу, за кровь я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Царь мой, Иегова, Бог Авраама, Исаака, Якова. Благодарю Тебя, Иисус, Христос, спаситель мой, Господь мой, Бог мой, Брат мой. Благодарю, О, Дух святой, Ты утешитель мой, Ты всегда со мной. Спасибо Тебе, Господь, за все, спасибо. За все, я благодарю, за все, я благодарю. Благословен Бог наш, Царь всей Вселенной, давший нам хлеб и земли. Аминь. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам плод виноградной лозы. Аминь. Благословен Бог наш, благой, любящий, примиривший с Собою мир через кровь Мессия и Ишуа, через кровь Христа Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, благодарю Тебя за таинство жизни, благодарю Тебя за это чудо, которое есть дар Твой, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. Тело Христово примите, братья, сестры, источника бессмертного. Вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аминь. Аминь. Телом ломимом Христа, кровью Его пролитой на кресте две тысячи лет назад, я спасен. И нет никакого осуждения мне во Христе Иисусе исцелен, прощен, благословлен всеми благословениями небес через кровь Божественную Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Аминь. Спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисусе. Аминь, аминь, аминь. Спасибо. Спасибо, Иисусе. Спасибо, Иисусе. Спасибо, Иисусе. Спасибо, Господь. Спасибо. 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 Спасибо, Иисусе. Спасибо, Иисусе. Спасибо, Иисусе. спасибо иисус спасибо спасибо благодарю тебя господь жизнь и жизнь с избытком это ты господь мой брат мой царь мой владыка мой жизнь воскресенье и жизнь спасибо тебе господь благословен ты бог наш имя твое воскресенье имя твое жизнь ты есть воскресенье и жизни и верующих тебя если умрет даже если умрет а живет верю всему и благоставляю великое имя твое боже за жизнь ты отдал свою жизнь за жизнь мира слава тебе господь ты герой ты царь ты господь слава тебя аминь спасибо господь аминь 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 спасибо спасибо господь спасибо 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 благодарю тебя господи боже наш благодарю тебя отец мой сущий на небесах благодарю тебя за жизнь вечную благодарю тебя за кровь святую брата моего господа моего спаса моего иисуса христа который я спасен спасибо и уже не я живу живет во мне христос спасибо нет никакого осуждения тем кто во христе иисусе спасение исцеление освобождение через кровь иисуса христа спасибо тебе господь спасибо тебе господь спасибо 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 благоставляю вас всех друзья братья сестры Это утро благословения, слава Богу, и вот слова, которые Валентина, сестра, напомнила, еще раз можно прочесть. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Да, 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 миллион раз да. На эти вопросы я отвечаю, да, это есть приобщение крови Христовой, это есть приобщение тела Христова. Аминь. Таинство этого. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светом лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своим на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Санкт-Петербурга, с северной столицы, с берегов Невы. Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Всех вас приветствую, благословляю во имя Господне, благословенного дня всем вам. Завтра я буду в дороге, но утром уже, наверное, буду в гостинице и в другом городе уже из-за вынужденной конспирации я не говорю в каком городе, потому что, к сожалению, многие провокации делаются сейчас властями, милицией и православные некоторые такие. Ну, врагов много, врагов много, умножились враги, но, знаете ли, гонения усиливаются здесь в России сейчас на верующих, но в разных конфессиях, притом, православные реформаторы, я лично вообще там в черном списке везде. Вот, значит, но, слава Богу, что Господь дает даже среди всего этого, всех этих угроз, расправы, постоянной угрозы, физической расправы, постоянные обыски, аресты там и прочее, прочее. Вот, но Бог дает среди всего этого, дает торжествовать во Христе Иисусе, дает, приготовляет трапезу при лицом всех ненавидящих, всех гонителей, и я благоставляю всех гонителей во имя Иисуса Христа, благоставляю тех, кто невольно становится гонителем по долгу службы. И, конечно, большинство следователей, полицейских, с кем я эти годы последними общения, вот, которые, знаете, многочасовые допросы, всяких там обысках, арестах, там, задержаниях, большинство из них, я понимаю, что им, ну, не хочется сделать то, что они делают. То есть это, большинство из них просто вынуждены это делать, им говорят сверху это делать. Вот, и мне их очень жаль, этих людей, вот, потому что носящий меч, написано в Библии, да, он должен носить меч для чего? Как слуга Божий, да, должен носить меч для наказывающих, делающих зло и поощряя делающих добро. Но когда функция ненормальная у человека, у власти, вот, и когда он вынужден наказывать делающих добро и поощряя делающих зло, это ненормальная ситуация. И она сейчас, к сожалению, у нас в стране, вот, очень сильна. Но, молюсь, я верю, что Господь в силах изменить любую ситуацию, в любое строение, в любом народе. Но, также благоставляя тех, кто не просто по долгу службы, а по ревности гонитель Божий, гонитель Церкви Божьей, народа Божьего, вот, антисемитизм и антихристианство, в чем сердце искренний, такой огонь антисемитский и антихристианский горит. И этих людей еще больше благоставляю, потому что не ведают, что творят, действительно, не ведают, что творят. Особенно моих братьев православных гонителей, которые, по сути, горят огнем антисемитизма и ненависти, убийства, значит, заказывают меня киллером. Но, слава Богу, те не сделали уже пару раз, уже три раза был случай, когда они должны были убить, значит, но эти люди с оружием, они не сделали то, что они должны были сделать, за что им заплатили деньги. Вот, и каждый раз это отдельное свидетельство славы Божьей, это все здесь в России. В Украине, где я бываю, у себя в церкви, там, конечно, слава Богу, там сейчас, ну, там свои, конечно, проблемы огромные сейчас в стране, но большое преимущество, что материально, конечно, бедновато по сравнению с Россией сейчас, но, с другой стороны, вот эта религиозная свобода, это большое благословение, огромнейшее благословение, поэтому Бог это благословит еще большей свободой. И, увы, напоминающие о Господе, не умолкать, если вы в Украине, то цените эту свободу, друзья, и дорожите этой свободой, и используйте максимально ее эффективно для славы Божьей, проповедуйте, не останавливайтесь. Здесь уличная евангелизация невозможна, и многие другие виды евангелизации очень труднительны, но там, где это возможно, благовествуйте, говорите вовремя, не вовремя, надо, не надо, говорите везде все эти слова Божьи. Аллилуйя. Благословляю всех вас, дорогие друзья, вот, и прошу ваших молитв также обо мне. Бог таки жив, жив Бог наш, Аллилуйя. Спасибо Богу за все, слава Господу. Благословляю всех вас, возлюбленные во Христе. Аминь. Аллилуйя. Да, и в январе буду, даст Бог, у себя в Киеве, как раз в нашей церкви проводить семинары, уже буду проводить и служение, Абба называется. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok